Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим серию бесед. Они имеют общее название «Во свете Библии». Вот святая книга Библии. Абсолютный авторитет. 12.48 Евангелие от Иоанна говорит так. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Но к Библии нужно толкование. Потому что, если, во-первых, поставил апостолами, во-вторых, пророками, то, в-третьих, учителями. И вот у нас вышел трехтомник «Толкование Нового Завета» вместе с Апокалипсисом. Это наше издание. Вот я вам покажу, чтобы видно было, как оно издано. Сегодня поговорить надо о русском языке. У православных не на родном языке идет богослужение. И посмотреть, как об этом говорит Библия, как святые отцы, здравый смысл – наша совесть. Некоторые сторонники есть славянского, церковно-славянского языка. А есть кто русским языком. Хотел бы владеть хорошо, и чтобы все на богослужении слышали понятное для многих. Вот язык – это слово, речь, свойственное и смертных только человеку. Обладая даром речи, Адам пророчески назвал животных, говорит Иоанн Златоуз. В иеревском языке это приблизительно соответствует русскому, как вора, бейвор, бейворона. То есть, какое назначение, или как они себя ведут. Он дал имя жене Ева, то есть Зоя, Жизнь. Через 1656 лет после сотворения Адама пришел потоп на землю. А еще через 721 год после потопа в представительстве Вавилонской башни появились разные языки. Считается неприкосновенным, так, в общих чертах, на земле только один язык – от Адама. Это еврейский язык. От Адама до Христа, по греческой хронологии, тут две цифры даются в Библии. 5508 лет. Поэтому русскому языку 7521 год. В этом 2013 году. 7521. Книга «Бытие» показывает живую речь Бога с Адамом в раю. А Адама с дьяволом. И Бога с дьяволом. И они друг друга понимали. И разговаривали на том языке, который дан им был. Бог везде и всегда говорил каждому народу на его родном языке, чтобы слушающий его мог понимать. «Критяне и аравитяне слышали их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». Почему не было там какого-нибудь старокритского языка, старофиникийского? Матфея 28-19. «Идите, научите все народы, крестья их во имя Отца и Сына Святого Духа». Как учить? Если не знаешь языка. Вот мы готовимся поехать по странам, языка которых не знаем. Поэтому мы заранее приблизительно вопросы составляем и переводы на разных языках написать, чтобы подойти кому-то показать. Тот на своем языке хотя бы рукой показал, в какую сторону ехать или где найти то-то, где русский храм, где русские люди живут. Сказал им «идите по всему миру». Это все должно быть понятно. Если идти, значит идти. «Наделил он апостолов знанием того языка, куда их направлял. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». 1 Коринфянам 14-18. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Деяние 22-2. Как бы они утихли-то, если не понимали? Ян Златоуст написал литургию на родном живом языке греков. И проповедовал, держа перед собой сразу 4 перевода с еврейского на кришнский. Перевод 70-ти септуагинта. Феодатиону Акилы и Симмаха. Стефан Пермский изучил язык зырян пермяков. Митрополит Иннокентий Вениаминов переводил евангелие на языки народов с севера. Он же не придумал какой-то старо-камщедатский язык или старо-нинецкий. И на их языке вел богослужение, указывая им путь Царства Небесного. Архиепископ Николай Японский, Касаткин, на японском языке. Макарий Глухарев, на иеродском языке, горноалтайцев. А если было бы иначе, то все миссионеры были бы отвергнуты, как чужестранцы. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец. И говорящий для меня чужестранец. 1 Коринфянам 14.11 Тогда говорили бы на ветер. Так, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнать, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. 1 Коринфянам 14.9 И там, где в церкви люди не понимают, что совершается, что говорит священник, что дьякон возглашает, это все на ветер. Просто один ветер идет, больше ничего нет. Кавычки. Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, но напаяют землю и делают ее способной рождать и произращать, чтобы она дала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих. А оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что ему угодно, мне угодно. И совершает то, для чего я послал его. Исайя 55.10.11 То есть назначение слова, чтобы оно произвело семя и плод принесло. В дальнейшем дало основу семя свое. Как можно держаться за язык, который непонятен? А вот благозвучность, мелодичность, ну хоть сто раз пусть оно мелодичное. А так кто будет готовиться к битве, когда никто не понимает, о чем оно играет? Сегодня уже доказывать ничего не надо, все пришло к развалинам. Как патриарх Кирилл сказал, состояние церкви – духовное развалено. Стану молиться духом, стану молиться умом. Первое Коринфянам 14.15 Умом молится только тот, кто понимает значение произносимых слов. В церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму. А тьма – это десять тысяч слов на незнакомом языке. Первое Коринфянам 14.19 Бог не есть, Бог не устройство. Первое Коринфянам 14.33 Ну какое это устройство, когда никто не понимает? И то, что вы не понимали, так говорить, этого нигде нет, только в церкви. Ни на дорогах, ни в каком органе, нигде. Между собой профессиональный язык может быть у врачей на латыни, потому что справка, которая пишется на русском, она не прочитается другим. Поэтому это международный язык для них, для врачей. Это и правильно. Там название растений, ботаники как. Но когда просто мы разговариваем, приходим в храм, приходим к Богу, и вдруг Бог себе говорил на незнакомом языке. Почему он раньше Бог говорил на понятном языке? На незнакомом, когда смешано было. Иоанн Златоус Рад был первым в выпуске миссионеров на кельтском языке. Ужасы, яма, опустошение и разорение, доля наша. Потоки вод изливает оно. Око мое о гибели щели народа моего. Плач 3.47 В каком состоянии плачевном находится сегодня церковь, где на непонятном языке совершается богослужение? Плач 3.30.47 Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под небом. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. Ихрисиастом 1.9 У меня опыт достаточный, чтобы говорить об этом. Приходилось проповедовать мне в разных сектах с кафедры. Когда понятно, люди это понимают. Даже иностранное слово, которое туда введешь, оно непонятно. И люди смотрят, а что это такое? Даже одно слово, то есть один поворот не туда, и совершенно в другом направлении это пойдет. У меня бабушка, у которой я жил на квартире, она продала дом и отвезла в монастырь. А священник там, архимандрит Феодорит Псково-Печерский, и говорит, благоразумная ты раба, ты правильно поступила? То есть у нее детей пятеро, она никому деньги не отдала, а все до копейки отвезла туда. Она приехала потом и рассказывает. Да, не угодна моя жертва. Почему? Он меня обозвал благоразумный. Так я говорю, это же хорошо. Ну как же хорошо? Когда мы считаем, что перед причастием, я как благоразумный разбойник. То есть он посчитал, что я разбойник. Вот такой в уровне развития, как Михаил Ардов говорит священник, оставим житейское попечение, отложим, отложим попечение. Я, говорит, в новом храме служу, смотрю, стоят люди, и что-то, движение какое-то началось. Я говорю, что там делается-то? Да печенье перекладывать. Какое печенье? Ну вы же сейчас сказали, отложим попечение. Они покупают печенье православное, и по одной печенюшке в это время подходят и перекладывают с места на место. Отложим. Необходимо это отложить? Ну, доигрались. Ну и действительно слова-то подходят. Во время Пасхи наша сестра подошла к бабушке и спрашивает, вот сущим в огробех, живот дарова, что такое? Она говорит, даже не подумаешь на когда, воробей сушеный. Да какой же там сушеный? Ну вы же говорите воробей. Да не воробей, а в огробех. Мне приходилось это слышать. Самый близкий мне человек, мама, она церковно-славянский язык. А когда написано, и взявший орала, обрящийся вспять. Что такое? То есть, если взялся за плуг, не оборачивайся назад. Смысл такой, орала. Но она его не знает. Но смысл она ухватила. Она говорит, ну если пошел за Христом, да крыло-то не вороти назад. Ну действительно так. У меня отец совершенно неграмотный был. Он читает слово панорама. Но он не знает этого слова панорама. Вон пастух. Смотри. Все говорят панорам, как суслики. Увидел Фиделя Кастро. А он там с Терешковой где-то. А этот дурачок, говорит, с бородой. Он давно тут околачивается. Его то ли на этой бабе жилили. Ну людям надо рассказать. Когда я рассказал, он говорит, а вон в чем дело-то. Да в церкви состояние-то людей, ну нисколько не лучше. Я уже говорю о самых близких мне людях. В обыденной жизни даже не понимают. Было время, когда епископы в Германии твердо соблюдали правила, что проповедовать и вести богослужение можно только на трех языках, на которых была написана надпись на кресте Христа. На еврейском, на римском и на греческом. Но было время и такое, когда перевод святого Иеронима Стридонского вульгата, теперь общепринятый у католиков, был встречен в штыки. Сорковники считали кощунством святой Евангелие всесвятого Бога, переводить на язык понятные тем людям, кому была эта весть. В этой области сделать слово Божие доступным для масс народа, язычники иногда были более разумными, чем священники. Когда главный библиотекарь царя Птоломея Филадельфа II, египетского, Дмитрий Фаларей, на основе поста и молитвы всего Израиля, с участием 72 переводчиков, по 6 от каждого из 12 колен, сделал доступным Божью мудрость для всех, слово Господа для всей вселенной. Перевод сделали Ветхого Завета. И для нас, переводя с еврейского, общедоступный язык того времени греческий, то что сделал он для нас, православных-то? Перевод Библии на церковно-славянский был сделан именно с этого перевода 70 толковников. Из жития святого Кирилла и Мефодия, 11 мая, страница 362. Слово Кирилл, это персидское имя, переводится как Солнце. Через них для нас воистину воссияло солнце правды, солнце любви с святой Троицы. Кавычка. И жития. Пойду к славянам, если только они имеют букву на своем языке. Без азбуки, без записи, это все равно, что записывать беседу на воде. Так ответил Константин Кирилл, философ, царю Михаилу, 862 год. И вот как отреагировали на святую русскую пятидесятницу, на перевод Кирилла, для славянских народов, епископы, страница 366, первая строка сверху, кавычки, немецкие и латинские священники и монахи накинулись на Константина, как ворона на сокола. Дальше. Сторонники трехязыковой ереси. Он же отвечал им, кавычки, как же вы не стыдитесь думать, что кроме трех языков, все остальные племена языки должны быть слепыми и глухими? Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Псалом 97,4. Это места, которые он привел в доказательство необходимости перевода на родной язык. Это нужно было доказывать. 116 Псалом 1 стих, 150 6 стих. А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. 1 Иоанна 1,12. Не о них же только говорю, молю, но и о верующих в Меня по слову их. Иоанна 17,20,21. И приблизившийся Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле, и так идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во сяди до скончания века. Аминь. Матфея 28,18,20. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать в креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших будут сопровождать сии знамения. Имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Марка 16,15,17. Горе вам, книжники и парисеи, лицемеры, что затворяйте Царство Небесное Человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Матфея 23,13. Желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы все вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. 1 Коринфим 14,5. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца, Филиппистам 2,11. Это я выписал все места, которые были сказаны врагам Константина. Им сказано. А те, кто ратуют за непонятный язык, ни тогда, ни ныне, ни одного места из Библии не могут привести в защиту своего юридического заблуждения. Теперь уже четырех языковой ереси. Далее, страница 369, кавычки. Умирая, Кирилл возвек руки к Богу и так со слезами молился. Погуби трех языковую ересь и возрасти во множестве свою церковь. Он почил 14 февраля 869 года. А эта ересь так и осталась сегодня. Там, где не на родном языке. Папа Андриан говорил в послании к славянскому князю с Мефодием, идущим туда, «Он может переводить священные книги на ваш язык и по ним совершать святую службу, литургию и крещение и вещин церковный, чтобы вы удобнее могли познать заповеди Божии. То пусть будет сие дело святое и благословенно Богом. И кто будет хулить книги вашего языка, тот пусть будет отлучен и представлен на суд церкви, и до тех пор не получит прощения, пока не исправится. Ибо это волки, а не овцы, и должно узнавать их по плодам и остерегаться их». То есть, кто не дает на родном языке людям Евангелие, «Слово Божие, богослужение – это волки». Это говорит не кто-то, а папа. И позже эти изверги, епископы немецкие, заключили святого Мефодием в тюрьму нашего русского просветителя на два с половиной года. И он умер 6 апреля 885 года. В 16 лет трудясь без Кирилла. Пять слов на русском языке лучше, чем тьма чтения на церковно-славянском непонятном. Как пишет Милош Кратахвил, что когда Янгус перевел Библию на чешский язык, то через 75 лет, проезжавший там кардинал, сказал, что средняя чешская женщина знает священное писание теперь лучше, чем средний итальянский священник. Так и с русским народом, что средний сектант знает Библию, ее содержание намного лучше, чем православные батюшки-семинаристы, не говоря о массе неверующих, слепотствующих, невежестве прихожан. Василий Великий, память 1 января, Паисий Великий, 19 июля, просили Бога дать им разуметь сирский язык для беседы всего с одним собеседником, и получили этот дар. Здесь же, для миллионной паства русской, мужи веры потрудились и перевелись с еврейского оригинала Ветхий Завет из Греческого в Новый Завет в 1876 году при активной помощи четырех духовных академий России митрополита Филарета Дроздова, ныне канонизирована, этот перевод с пренебесным звучанием, перевод, вот он перед нами, изданный уже по благословению патриархии и митрополита за рубежом, все еще не разрешается для чтения в церкви. Кому это выгодно? Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Рим 10.10. Мы тоже об этом хлопотали, нам наш епископ бывший запретил говорить три года на эту тему, мы три года молчали, но мы просили только одного, все, что о нашем богослужении из Библии считать, богослужение на церковнославянском, из Библии читается, а когда из Библии что-то поется, как допустим псалмы, отче наш, это все по церковнославянски, только читаемое, это псалмы, Евангелие, послание и по Риме, ветхозаветное чтение, и теперь у нас это так на русском языке читается. Это тоже немалая часть. Иоанн русский 4 октября пошел в плен к татарам и познал их язык, и потом на их языке много пользы принес прежним мучителям. Апостол Матфея 16 ноября память его проповедь Евангелия и книги богослужения проводил в земле людоедов на их родном языке, и нигде ни один миссионер не переводил на древне родной их язык, но переводил только на разговорный, понятный. Климент Ахрисский получил запрет от папы Стефана 6 проповедовать на славянском языке. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Осия 4.6 А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. Бытие 42.23 4.6 23.13 22.13 Но когда царь услышал впервые, вероятно, хотя всю жизнь сходил в храм, слова из книги закона второзакония, то разодрал одежды свои, потому что велик гнев Господень на нас за то, что не слушали отцы наши слов из книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам. Великий гнев Божий, когда люди не знают Слово Божие. И везде и всюду Христос, даже сатане говорил, написано, написано. И уже воскресший Христос говорит, а разве вы не считали? И начало им доказывать. Не считали русские люди. И неудивительно, что самим хранителем тайн принесения жертв и богослужения Христос сказал, ваш отец дьявол, потому что вы не понимаете, почему речи Марии не понимаете? Иоанна 8 глава. В России же, когда профессор протеерей Павский, Герасим Петрович, перевел для студентов Духовной Академии, это почти за 30 лет он перевод этот совершил, чтобы в Академии могли понимать смысл Писания. В Академии не понимали, не говоря в семинаре или простые люди-то. И студенты налитографировали 500 экземпляров, и о том узнало церковное начальство, то все экземпляры были полицией изъяты и сожжены. И на профессора пришла беда. Смотри, страница 161 Библия Гетца. Я долго искал ответ, ну почему так лютовали священники, архиереи, и вдруг нахожу ответ, прямо написано, пишет митрополит, что если люди будут знать Евангелие, у нас в стране произойдет революция, подобно Парижской. Почти понятно, потому что откроются глаза, все делаем мы не так, идем не туда. пришел к своим и свои не приняли его, Иоанн 11. Посмотрите и ужаснитесь, Иоанн 21.5. Это я эту тему разрабатывал и все это выписал. Это я считаю по своей книге, вот она книга, называется «Фестинного православия». Чтобы ничего не упустить, я считаю, хотя мне это и не нравится, но как-то один раз дать людям понять, что же на эту тему говорили такие-то люди. Иоанн 28.21. Правды твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность твою и спасение твое, не утаивал милости твоей истины твоей перед собранием великим. Псалом 39.11. Странники на земле не скрывают меня заповедей твоих, а их скрыли. Псалом 118.19. Священники и пророки спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секьеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. Исайя 28.7.11. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голоса их. Псалом сирийскими и на сирийском языке. 1.11.4.7. И послав его все области царя письма, писаные в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. Исайя 1.22. Ну, никак по-другому нигде не было. Выходит, более неразумных, чем мы, русские, никого на земле еще не было. Это может быть греки-то глупее нас. Ибо ни к народу срещу невнятную. И с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилю. То есть с понятным языком. Изекииля 3.5. Данила 6.28. Уверовавшие будут сопровождать сии знамения. И имени мои будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Марка 16.17. И слышать надобно на родном языке. Саул, Саул, что ты гонишь меня, трудно тебе идти против рожна. Деяние 26.14. Ибо написано, живу я, говорит Господь, передо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Римлянам 14.11. Ну как исповедовать? На каком языке? Да другого-то и не знают, кроме родного. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечный Евангелие, чтобы благопестовать живущим на земле и всякому племени и колену, языку и народу. Откровение 14.16. Так на каком языке, языку и племени? Я знаю такое, что в отдельных местах даже английским людям, то есть в Америке, только на церковном славянском. Они на русский-то язык не знают, но однако научились произносят слова. Языческие цари посылают свои приказы и указы народам на их родном языке, и Бог разговаривает с Савлом на его родном языке, хотя апостол Павел знал больше всех языков. Таинства доступны одним чистым, говорит Максим Исповедник. Для тех, чья жизнь после принятия таинства остается такой же, как и до принятия таинства, чья душа не свергла с себя страстных нечистот, говорит Григорий Низкий, брат Василия Великого, врождаемым немало не оказывается дара Святого Духа, ибо Христос, соединивший собой себя с Богом в человека соединяет только то, что достойно соединиться с Богом, ну как магнит притягивает железо. А как соединяться, если ты не знаешь с кем соединяться? Для таковых даже полное погружение в воде ничего не дает. Был сухой грешник, а теперь мокрый грешник. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. Римон 8-9. Как иметь дух, а как просить, когда вообще ничего не знаешь? Святым мужам даны были знания другого языка. И вот и перевели и в греческой империи. Мало кому известный еврейский язык, стал понятен, на его языке уже книги теперь написаны, на греческом. Севастьян в житии 18 декабря страница 491 После всего Иерей спросил крещаемого хроматия отрекаешься ли от всех грехов твоих? Он сказал Иерею об этом нужно было вначале спросить меня. Я обрекусь снова, уже разделся, чтобы принимать крещение в моей одежде-то и не примусь святого крещения до тех пор, пока не отрекусь от грехов моих. Перемирюсь с тем, с кем имел вражду и возлюблю тех, на кого гневался. Кто же на меня гневается, у тех попрошу прощения, даже якам моим прощу все мои долги. Если же сам я у кого взял что-либо силой, того возвращу сугубо. Ну этого мог священник, научить-то его, это житье святых нам говорит. Ничего не сказали, крестить, а Павел говорит, меня Бог послал не крестить, а проповедовать. После смерти моей жены, дальше продолжает хроматия, я имел двух наложниц. Их отдам замуж, наградив брачными дарами, освобожу рабов и рабынь, устрою по воле Бога мои все служебные и домашние дела и тогда скажу с верзновением отрекаюсь от всех грехов моих и приму святое крещение. Святым угодно были эти слова хроматия и крещение было отложено до того времени, когда он исполнил все обещанное им. И дальше как будто никакого разговора нет. Вот церковь очень часто считается блаженность левоносившая тебя сосы питавшая. Ну считается это на Богородичные праздники. К празднику практически никакого отношения это не имеет. Ну как-то надо связать с этим. Но Господь ни во что это поставил, даже что-то не разъясняется. А Он говорит, что блаженность слышащая исполняющая ублажает не женщину, которая это закричала, не матерь свою, а тех, кто слушает и исполняет. И блаженство этого от миллионов людей отняли. От сотен миллионов. Ну тут даже не надо не доказывать ничего, что Господь ни во что ставит крик этой женщины. Он ублажает блаженность реву, то есть Богородицу она славит-то. И сосы ее славит. И Христа она признает, Господь как будто не слышит. блаженность слышащая исполняющая. Но как слышать, когда непонятно? И как исполнять, когда непонятно? Иоанн Затавус говорит так. Ты не считаешь закон Божий? Не считая, ты его не знаешь. А не зная, ты его нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Ну как считать, когда книг-то не было? По всей стране было что угодно посылали. Иконы знали, люди мощи, но Евангелия не было. Ну не было, просто их не переводили. В 1876 перевели впервые. Больше всего противодействовали этому священники. А царь Александр первый желал, но такая сила была оппозиции, что 30 лет этой духовной реакции было. Не допускали. Но снова и снова попытки были наконец Филарет дождался своего часа. русский перевод один из самых лучших в мире признанный пренебесное звучание. Сегодня некоторые новые переводы пишут, какой-то там епископа Касьяна. Я 50 лет этим занимаюсь. У меня, конечно, вопрос возникает, а почему они гоняются за новыми переводами? Ответ только один. А они наизусть не знают ни одного слова. Им разницы нет, как слова стоят. У нас глухонемых группа есть. Им от руки все это переписали крупными буквами. Потом я взял посмотрел, так что они пишут, это же не синодальный перевод. Ну, очень хорошо, красиво написано. Побеседовали, поговорили и решили это убрать. И заново все создали на синодальный перевод. Кавычки открывает. Если будут слушать православные батюшки, я не говорю патриархии, это нельзя говорить, они могут обидеться. Ну, считайте, тысячу лет назад это было где-то в Малой Азии. Есть вещи крайне нужные, говорит святитель Феофан Затворник Говоров о переводе службы на русский язык. Разумею, новый, упрощенный и уясненный перевод церковных богослужебных книг. Наши церковные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышенны. В них вся наука богословия и все нравоучение христианское и все утешение и все устрашение внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг. А между тем, большее счастье из них, из этих песнопений совсем непонятно. А это лишает церковной книги плода, которые они могли бы производить и не дает им послужить тем целям, для коих они назначены и имеются. ныне завтра надо даже к этому приступить если же не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда, которая от этого происходит. А вред-то большой. Люди потянулись в разные секты, в ереси, в революции, куда угодно. Это написано журнал душеполезное чтение 1896 год, номер 10, страница 462 Ну, тогда еще не было канонизировано. Но слова-то и вот они те же самые, приканонизированным и неканонизированным. Сегодня, завтра надо это делать. Так уже прошло 150 лет и с места не двинулись. К слову, сказать, Пеофан Затвордик в 1861 году говорит так. Пройдет одно-два поколения и православная вера на Руси совершенно исчезнет. Я здесь сделал два вывода. Или он лже-пророк, потому что храмы строятся, или он имел в виду все-таки не эту веру, которую мы исповедуем. Что-то другое, если он пророк. Но не два поколения это прошло. Поколение, считайте, за 25 лет или за 20 лет, то только в столетии четыре поколения, да еще два, значит не все в порядке. Это сказано архиереям, далее он продолжает, которые сами не учат народ спасительному пути, и священников не заставляют это делать. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь объяснять им, что нужно для спасения души. от этого народ пребывает в слепоте. Одна часть остается в уверенности, что идет правильно, а другая хотя и замечает, что у нее не так идет дело, но не идет туда, куда следует-то, потому что не знает, как и куда идти. Вот тут свидетели Иговы к месту, вот тут секты на расхват. Любой подойдет. Мне пишет одна бабушка, 84 года, инвалид первой группы, и пишет красивым почерком в каждую строчку в Белоруссии. И в одном письме она более 70 мест в Библии приводит. Я так любила Библию, но не понимаю, я подходила к батюшке, батюшка, вот это как? Он говорит, Агапия, зачем тебе это надо знать? Ну ты ходишь в церковь? Хожу. Ну ты причащаешься, причащаешься. Ну чаще исповедуйся, чаще причащайся. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. Я подходила несколько раз к отцу Елеферию, но он каждый раз вот так мне отвечал. И вдруг кто-то стучит в дверь, я открываю, стоят две хорошие девушки и говорят, А вы не хотите изучать Евангелие? Ох, как я обрадовалась. Теперь я свидетельница Егова. Иконы, конечно, я выбросила, сожгла, все как положено. Теперь я Евангелие очень хорошо знаю, что попы обманщики, так за эту душу наверное Ереферия будет отвечать. Иоанн Затаут говорит, если одна душа, одна погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее, а их сотни миллионов уже погибло. Пригазывает к мощам, к мощам, вся сила, вся мощь в мощах. Иконы, мощи, иконы, мощи, да не это же нам Бог оставил, да оставляй слово свое, оно будет судить нас, оно. От этого разное нелепое понятие в народе, от этого легко находят доступ к нему всякое злое учение, это все Феофан Затворник говорит. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно, и хватается за дело только тогда, когда это зло разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом своей совести должен считать, совершенствовать взрослых в познании христианской веры. А юное поколение готовит с первых сознательных лет, объясняя им то, что им нужно, и можно знать, когда и как будет удобнее. один человек у нас побыл, уже полностью принял православие, по-нашему уже крестится, все, свечки покупает, и вот вышел на улицу и говорит, вот я смотрю на этих людей, а он всю жизнь был баптистом, или Бог никогда этих людей не избирал, или набрал одних дураков, ну, как же самого простого не знает, совершенно. священник вышел проповеду, ну, слава тебе Господи, проповедует, и что он сказал? Там у нас поступили новые венчики для покойников, да берите их, ангела вам хранителя. Все, проповедь закончилась. Как у старобряцев, ты еретик, переходи к нам. Сотни лет одна проповедь, ты еретик, переходи к нам. И далее. В седьмой вечерней молитве она златоустом на четвертый час. Молимся, Господи, избавь меня от всякого неведения и забвения, малодушия и окамененного нечувствия. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Притча 1-4. Малодушно боимся прочитать все указанное на родном языке, а так я понял. И далее. Из материалов Священного Собора Российской Православной Церкви 1917-18 годов. Четвертый пункт. Определение А-2 и 1. Введение Священного Синода наблюдение за исправлением и переводом текста богослужебных книг и содобрение Церковного Собора благословения напечатания. Доклад о церковном богослужебном языке принят решением Собора. Первое. Славянский язык основной язык нашего богослужения. Второе. В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются и права общерусского языка для богослужения. Признаются. Четвертый пункт. Частичное применение общерусского языка богослужения от очтения слова Божьего отдельное песнопение молитвы замена отдельных слов и речений и тому подобное для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении его церковной властью желательно в настоящее время. Вот в настоящее время когда уже штыки в бок втыкают идет расстрел епископ проходит мимо красноармейца который охраняет стоит и говорит да разве так Евангелие написано а он говорит а нет что мы считали Евангелие об этом профессор Басунковский мы только крышку целовали и вот теперь пришло это возмездие не потому что они сами появились мы их вызвали из бездны ада и Ленина и всех остальных не хотели служить не хотите детьми заниматься вот она ивенальная юстиция все на месте у Бога высчитано это военные считают у нас 4 только дивизии полнокровных 4 дивизии а было сколько 330 перед началом войны разница все таки большая и о чем больше войск надо вы не забывайте империи возникали исчезали это так история ну когда выходят 4 зверя или истукан что означает голова что означает там про русский то народ не одного слова нигде нету но к русским относятся в Евангелии есть в Евангелии даже есть покайтесь и верите в Евангелии а конкретно к Москве вот князь Роша Мышехов Увала Илья Иренбург еще говорит ему разъяснили там на Нюбинском процессе Мышехов Москва и откровение 17-18 Москва от нее все обогатились на семи холмах и она сгорит если хотите так понимать понимайте тут никаких дивизий не наберешься Бог решил положил конец приходят и уходят звери приходят они и из бездна выявляются другие не надо от этого умирать 5-е заявление какого-либо прихода о желании служить богослужение на общерусском языке в меру возможности подлежит удовлетворению по одобрению перевода церковной власти перевода богослужебных книг а одобрение на библейский перевод не надо он уже сделан надоблен это синодальный это синодом уже выпущено восьмой пункт высшее церковное управление неотлагательно должно озаботиться изданием богослужебных книг на параллельных славянском и общерусском языках это все уже принято и все скрыли от народа но умы их ослеплены ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым причтением ветхого завета потому что оно снимается Христом до ныне когда не читает Моисея покрывало лежит на сердце их но когда обращается к Господу тогда это покрывало снимается Господь есть Дух а где Дух Господень там свобода мы же все открытым лицом как в зеркале взирая на славу Господню преображаемся в тот же образ от славы славу как от Господня Духа 2 Коринфянам 3.14.18 наша молитва всегда должна быть о том чтобы русский народ понимал написанное в Святой Библии которая уже переведена которая напечатана которая дана да жалится Господь над несчастным русским народом да воздвигнет истинных пастырей сторонников русского языка к слову сказать у русских в настоящее время патриарх сторонник русского языка Богу нашему слава во веки веков аминь истинных патриарх